Привет! Новый фильм Надежды Михалковой под названием Номинация. Во многом, как я понимаю, личный, автобиографический. Легко выстраиваются параллели, узнаются образы, где-то намеки прямолинейные, как гвоздь, где-то витиеваты, где-то авторы лукавят, иногда говорят правду. Помним, что красота в глазах смотрящего, и поэтому воспринимаем мои слова через выпрямляющую такую призму, которая исправит мои искаженные моим сознанием слова. Коротенечко. По плюсам. Значит, в фильме есть атмосфера, это такой главный огромный плюс. Он смотрится неровно, но он смотрится. По моей личной градации самое главное это атмосфера. Есть атмосфера, я лично прощаю все грехи сценарные, производственные, режиссерские, актерские, любые. Нет атмосферы, грубо говоря, если я не верю происходящему на экране, то все остальное тут же разваливается на мелкие, удачные или не очень удачные работы. Тут атмосфера есть, и поэтому я считаю, что фильм удался. Это большой жирный плюс. Далее будет все не столь однозначно. По актерам. Надежда Михалкова просто блистательна. Выдающаяся актриса. Невероятно точна в каждом эпизоде, в каждой сцене, каждой фразе. Сидя спиной на общем плане, она умудряется работать на высшем уровне. Просто олимпийское золото. Вторая ярчайшая работа Алексей Гришин. Я давно смотрел за этим артистом. Он мне так время от времени попадается, и он всегда очень невероятно точен. Не позволяет себе сыграть проброс. Нет, никогда нет непонимания сцены или происходящего в кадре. Он невероятно точный. Каждую мысль, каждую фразу он прямо делает на 5 баллов. Отлично. Большой мастер. Людмила Максакова. Довольно точно исполняет своего персонажа, но по-моему она просто вот сама по себе такая. Особо игры актерской я там не вижу. Она в других фильмах точно такая же. она в жизни точно такая же. Посмотрите какое-нибудь ее интервью, и она будет вот такая же, так же себя будет вести как фильм. Это для меня это для меня все является таким знаете не до актерства, когда человек просто продает свою харизму. Существует в кадре, даже если он делает это очень добротно, очень искусно. Но вот это дело вкуса, я думаю. Надежда Михалкова. Никогда не являлся поклонником актерского дара Надежды. Нигде она мне не нравилась. Видимо останусь в скептиках. Роль неубедительна. Андрей Смоляков, Владимир Мишуков. Актеры талантливые, большие, но к сожалению довольно однообразные, во всяком случае в кино. Да, так же как и Людмила Максакова эксплуатирует свою харизму, свое умение существовать перед камерой, особенно не вживаясь в роль. Кроме того, непонятно какого лешего надо было тащить столь известных крупных артистов, фактически артистов класса А, на такие проходные роли. В них ничего, в ролях я имею ввиду, нет ничего яркого, запоминающегося. Это такие абсолютно простые такие персонажи для движения сюжета. Ну и некоторый персонаж Мишукова совершенно и не нужен как персонаж. Это напоминает прикуривание от 100-долларовой купюры. Роли небольшие, зачем туда нужны такие крупные артисты, непонятно. Второй план очень слабый. Все наигрывают как ужасно и очень стараются. Это видно, вот это вот старание. Прямо лицом играют, и жестом, и постоянно, и всегда. Это конечно нужно давать по рукам, образно. Тут плавно переходим в режиссерское поле. С одной стороны, есть атмосфера. И это, как говорил Глеб Жеглов, перевесит тысячу других недостатков. С другой стороны, не молчать же о недостатках. Первое и главное, совершенно для меня осталось неясным, что именно хотел сказать автор или авторка. Непонятно. С одной стороны, она всем читает нравственные нотации, мол, вы все продажные твари. Одну халтуру делаете, делу не отдаетесь, предаете искусство кино. С другой стороны, ведет себя ровно так. Берет актрис фильм за деньги, за деньги же меняет главную героиню, свою мать. Причем мать, по ее же самой режиссера в фильме, Надежда Михалкова играет режиссера в фильме. И вот, по ее мнению, мать не подходит. Но она ее берет, только ровно за деньги. Абсолютное предательство своих же взглядов. Можно было это развернуть, как некое понимание, которое приходит к ней, когда она понимает, что все не так просто. Но этого всего нет. Она в конце осуждает себя за все это. Не очень вообще ясны ее претензии к коллегам, которые делают какой-то там свой продукт. Она приходит, допустим, на творческий вечер и абсолютно уверенная в своем праве, что называется. Ругает фильмы, автора фильма, режиссера фильма, который даже не видел. Она не видела его и это странно, как минимум. Потом весь этот съемочный процесс. Режиссер это же не обидчивый ребенок. Он не должен ходить, дуться на всех. А человек, создающий большое и сложное. Он не должен себя вести, как героиня Надежды Михалковой. Она, во-первых, надменна. Во-вторых, она непостоянна. Дарит людям надежду, предает их. Обещает роли, не дает их. Все время метается туда-сюда. Сама не знает, чего хочет. Недовольна тем, что ей дают. При том, что дают актеры, или декораторы, или прочие участники производства. При этом это в чистые капризы. Она толком не может поставить задачу. При этом недовольна тем, что тебе дают. Ты поставь, скажи, как надо. Просновы себя так не должны вести. При этом режиссер фильма, всего фильма, номинации, Надежды Михалкова. Она как бы нам показывает хорошего, главного героя, режиссера. Я не помню, как ее зовут. Героиню, которой она играет. Тоже Надежда Михалкова. Тут запутаться очень сложно. Везде Надежда Михалкова. В общем, мне поведение героини не кажется нормальным. Кроме того, абсолютно не понравилась эта мелочная такая история с артхаусным режиссером, которого выставляют полным кретином. По моим непроверенным данным, это такой плевок лично в Хлебникова. Хотя это не точно, но визуально он похож. Если это не так, если это так, то это довольно мелко. Хоботов. То же самое делал Никита Сергеевич Михалков в отношении Лесневских в фильме «12». Я вот этого не люблю. Если уж ты хочешь что-то сказать, что-то неприятное, то скажи, это не фильм, а интервью скажи. Ты делаешь фильм за 40 миллионов, условно, рублей. Человек должен иметь возможность ответить тебе каким-то сопоставимым образом. Он не может этого сделать. Ну и потом, какой в этом смысл? Ты снимаешь большой фильм, в котором сводишь мелкие свои счеты. Кто-то тебе там нравится, кто-то не нравится. Не очень, короче, это все как-то выглядит. Разговоры про либеральную общественность, которая чего-то там не поймет, на кого-то там накинется. Вся история с интернетом, блогерами. То есть все это удивительно, неубедительно. Я не знаю даже, как так получается у людей. Ну, хотя, понимаете, такая сложная сфера, в которой они, видимо, не очень волокут или каждый волочат по-своему. Знаете, у каждого свой интернет, да. Еще там, там вообще много таких неубедительных кусочков и каких-то действий, каких-то элементов, да. Например, там проходит интервью, собираются снимать интервью с героиней Максаковой. Хотят Максаку показать такой простой русской женщиной. И для этого там и выносят из дома все, все дорогое, что может показаться излишеством, таким буржуйством, да. И зачем вы все дома выносите? Вот понятно, что надо поставить, что-то как снимается интервью. Три плана. Общий план, два средних плана. Это все сегодня, мне кажется, знают. А героиня Максаковой должна это знать, не знаю, в 10 раз лучше, да, чем все остальные, да. Для чего нужно разбирать весь дом, непонятно, да. Вот. В общем, не очень понятны эти крупные планы постоянные Максаковой, да. Но она пожилая женщина, у нее множество косметических операций. Это видно, да. Ей 81 год. Чего вы к ней прям в лицо лезете? Это уже, видимо, операторская работа. Зачем прям так близко? Ну, отъедьте вы немного, дайте чуть побольше, не знаю, странное, да. Вот. Такое выпячивание недостатков лица. В общем, фильм оставил странное, такое сложное впечатление, да. Есть плюсы, они большие и важные, да. Есть минусы, да. И, конечно, чтобы разобраться, вам придется посмотреть самим этот фильм. Так что так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. Пока-пока.